С огромным удовольствием передаю вам микрофон. Пожалуйста, ваши 30 минут. Спасибо большое. Спасибо за теплое представление. Доброе утро, коллеги. Очень приятно мне сегодня быть с вами. Надеюсь, наши полчаса будут полезными или хотя бы интересными. Я сейчас запущу демонстрацию экрана. Скажите, пожалуйста, все видно хорошо? Да, вижу, что видно. Хорошо. Да, я занимаюсь коммуникациями в правовой команде, а правовая команда проводит консультации для некоммерческих организаций по вопросам соблюдения российского законодательства. Помимо консультаций мы также проводим вебинары, выпускаем материалы. В общем, очень много работаем с законотворческой, с правовой информацией, обрабатываем ее, чтобы рассказывать другим организациям. То есть наша задача, чтобы, во-первых, НКО стали понимать, что, в общем-то, хочет и требует от них закон, а во-вторых, чтобы НКО сделали соблюдение норм закона как бы повседневной нормой своей же работы. В общем-то, этим мы и занимаемся. И информация, с которой мы работаем, она весьма специфическая. Юридический язык сложный, его крайне трудно понять без специального юридического образования. Собственно, здесь поставлю точку и расскажу, о чем мы будем говорить. Расскажу, как мы трансформируем информацию, представляемая аудиторией, какие форматы используем, какие инструменты нам нужны для этого и зачем, в общем-то, мы так серьезно перерабатываем эти материалы. В правой команде есть несколько каналов коммуникации. У нас есть сайт, сообщество ВКонтакте, в Телеграме, канал в Яндекс.Дзене, канал в Ютубе и еще мы используем рассылки. И мы в работе используем очень большое количество форматов. Это позволяет нам, во-первых, донести информацию, при необходимости повторить ее, потому что такая информация требует повторения и возвращения к ней. Но при этом не надоест читателям просто возвращением к одной и той же статье. Меняя формат, мы можем повторять нечто важное и давать возможность это закрепить. Плюс каждый может выбрать удобный ему канал коммуникации и может слушать, смотреть, читать, кто как больше привык воспринимать информацию. Я расскажу немного, несколько минут о работе с содержанием, потому что прежде чем крутить форматы, находить что-то творческое, интересное, необходимо обработать сами тексты. А потом уже перейдем непосредственно к форматам. И первое, что мы делаем, когда получаем от наших юристов тексты, статьи, новости, нужно постараться перевести текст в информационный стиль. Текст юридический, я уже говорила, он написан очень сложно. Нам нужно его перевести на человеческий язык. Не вдаваясь в теорию стилей, приведу вам, как мне кажется, очень наглядный пример о том, как работает информационный стиль. Наверное, многие из вас слышали объявление, мое любимое, в метро, где диктор произносит, контролируйте свой багаж с целью недопущения его самопроизвольного перемещения. Что хочет сказать диктор? Диктор говорит, держите чемодан, чтобы не укатился. В общем-то, это и есть наша задача, перевести предложение из первого стиля во второй. И, собственно, что еще важно? Поделить предложение на короткие, убрать депричастные обороты. Это что-то вроде осуществляющиеся действия. Ну, это и говорить сложно, и читать. И для нашей задачи это совершенно, в общем, мешающая конструкция. Убирать страдательный залог, где нами была осуществлена обработка текста. Мы обработали текст. Ну, в общем, это какие-то такие основные вещи, но я понимаю, что это достаточно сложная работа, особенно если нет такого навыка, нет большого опыта работы с текстами и понимания стилей. То есть это было бы здорово сделать, но это сложно, и я могу предложить вам способ гораздо проще, которые можно использовать и без каких-то без физиологического образования или специальных навыков. Это работа со структурой текста. У любого текста, который вы хотите опубликовать, у него по-хорошему есть структура, то есть какая-то логика его устройства, и эту логику нужно обнажить, вынести на поверхность. Что я имею в виду? Разделить текст на смысловые блоки по два, три, одному абзацу. Каждому блоку дать название, о чем этот блок. Дать хорошие, понятные, не художественные заголовки. Разделить на абзацы. Тверстать вписками там, где это удобно. В начале статьи дать оглавление, в конце каждого блока подписать выводы и всю эту структуру сделать, видимо, и вынести ее на первый уровень, чтобы человек, который пришел, прочитать текст, он не листал все там 10 страниц, а он по оглавлению нашел нужный ему блок, прочитал его в ник, даже если это сложный текст, но, по крайней мере, получил то, что ему было необходимо, и вы очень поможете. И даже если делать только такую работу с текстом, это уже будет очень хорошо, и читатели ваши будут вам благодарны. А сейчас перейдем к форматам. После того, как мы подготовили текст, мы начинаем искать, каким образом можно его выпустить. И здесь я хочу ответить на вопрос, который сама же себе и задаю. Зачем, Оля, зачем работать с форматами и формой? Еще раз, если вы обрабатываете свои тексты и просто выпускаете внятные, содержательные, короткие сообщения, никак художественно не оформленные, это просто емкие посты ВКонтакте, которые сообщают людям, понятно, важную информацию, я считаю, это уже очень хорошо, и этого может быть достаточно. Но если у вас есть задача развивать ваше сообщество, привлекать новых читателей, привлекать разнообразную аудиторию и удерживать ее, то есть сделать так, чтобы люди возвращались к вам, читали, чтобы они не скучали, а сами заходили, проверяли, что там новенькое у вас вышло, тогда я вижу смысл экспериментировать с форматами. И плюс это возможность получить радость творческой реализации. Мы очень любим поэкспериментировать, я покажу вам формат, и вы это сами поймете. Причем творческие эксперименты инициируют и сами юристы, и наши руководители, и говорят, давайте сделаем что-нибудь интересное, а то скучно просто вот вебинары в стандартном формате выпускать постоянно. Поэтому, да, это можно делать и для творческой радости, если для вас это ценность. Перейдем к форматам. Все материалы, которые мы выпускаем, я так вольно сгруппировала в две группы по категориям. В основном мы выпускаем новости, то есть короткие сообщения о том, что где когда случилось и что это значит. Выпускаем аналитику. Это уже либо рекомендация по поводу какого-то нововведения, либо анализ законодательства. В общем, это уже исследовательская работа. Эти материалы, как правило, побольше. И развлекательные материалы, их меньше всего, и, в общем, они нужны для развлечения. И вторая колонка – это форматы. В общем, здесь все очевидно. Материалы могут быть текстовые, аудио, видео, графика, какие-то картинки или игровые форматы. И вот здесь я попыталась показать, как здесь запускается креативный процесс, то есть как мы начинаем генерировать формат. Естественно, мы не смотрим на эту табличку, мы это делаем как-то интуитивно, но я подумала, что это может быть вот такая картинка очень полезной. То есть мы берем любой жанр, например, новость, и начинаем его крутить. Как он может выглядеть в тексте? А в аудио? А в графике? Может быть, если я каждый день выпускаю новости, то, может быть, на 4 дня я пишу текст, а на 5 выпускаю что-то новенькое? Например, смотрите, вот это новость в формате текста. Понятно, что-то произошло, открываешь ссылку, там 3 абзаца короткой и ёнкой информации. И тут же, например, новости в картинке. Это уже для соцсетей. То есть картинка без особого сопроводительного текста, то есть мы просто видим факт, который важно знать НКО, это некое объявление, и в соцсетях такая вещь очень хорошо заходит и разбавляет публикации. Или, например, работа с аналитикой. Мы каждый месяц делаем обзор некоммерческого законодательства и собираем его в большой текст. И это как раз пример того текста, который нельзя обрабатывать информационным стилем, потому что я думаю, что я могу сложное слово заменить на простое или какую-то конструкцию сложно подчиненную на 3 коротких предложения. А это не так, потому что многие слова являются терминами, многие конструкции являются устойчивыми юридическими выражениями. В общем, их нельзя править. И вот этот текст на 20, например, страниц, что с ним делать, чтобы люди его прочитали? Здесь я демонстрирую как раз то, как мы работаем со структурой. Это оглавление, которое находится в начале текста. И человек смотрит и понимает, о персональных данных мне не надо, а вот о контроле за деятельностью агентов я бы почитала. Переходишь сразу к нужному разделу, не читаешь все 30 листов. И здесь также есть уголовок, источник и вывод. Вот вывод пишется языком попроще. Если нужно углубиться в тему, уже обращаешься к юридическому языку. Та же самая аналитика в формате видео. Мы раз в месяц проводим информационные встречи, где уже устно наши юристы рассказывают о последних важных обновлениях законодательства. Зрители могут задать свои вопросы. Это, по сути, обзор, но уже в таком разговорном формате. Кому-то так гораздо понятнее. Плюс есть возможность тут же получить какой-то уточняющий комментарий. Поэтому после этого мы публикуем видео в Ютубе и готовим вот такое оглавление. Чтобы также человек не смотрел весь час, а просто сразу перешел к письму Минтруда, послушал, что ему надо и, собственно, применил. Та же самая аналитика – это уже не обзор законодательства. Это один из примеров того, как можно работать с информацией. То есть, допустим, мы берем из обзора одну актуальную тему. Допустим, были нововведения в области налоговых вычетов. И юристы готовят статью или какой-то пояснительный комментарий на этот счет. И есть опять несколько вариантов, как мы можем выпустить эту статью. Мы можем выпустить ее классическим текстом на сайте, а можем подготовить вот такие карточки. Это для соцсетей, очевидно. Карточки выглядят легче, чем статья. Они такие игривые, доброжелательные. Кажется, что сейчас тебя никто не нагрузит никакой тяжелой информацией. Ты начинаешь читать, их легко сохранить, вернуться к ним. Текст, как вы видите, лаконичный. Можно переслать. И выглядит это все тоже красиво. Карточки вообще отличный формат и для сайтов, и для соцсетей. Жанр этот мы прямо… Не жанр, а формат любим. Сейчас я показала вам несколько примеров того, как можно работать с вот этим… с этой схемой. И дальше перейдем вот к чему. Мы используем, конечно, в работе множество таких классических форматов, ну, вроде статьи, обзоров, вебинаров и так далее, которые я уже привела в пример. Но сегодня хотела бы показать вам несколько более нестандартных, оригинальных форматов, которые, в общем, мы придумали, и они получились хорошо. То есть они нашли хороший отклик в аудитории. И, в общем, ну, надеюсь, может быть, это вас натолкнет на какие-то идеи. Ну, опять же, пример того, как это может работать. Мы подготовили… Так, сейчас. Скажите, пожалуйста, видно ли где-то то, что я показываю сайт сейчас? Все, замечательно. Мы подготовили серию чек-листов для того, чтобы НКО могли подготовиться к проверке Минюста, налоговой инспекции, трудовой инспекции. И чек-листы эти можно было, опять же, сделать в виде статьи, что, ребята, проверьте вот эти, вот эти пункты, а вот эти, вот эти должны быть такими. Мы решили сделать их более… в другом формате и сделали тесты, проходя которые, человек не получает результата в конце, что вроде вы не пройдете проверку, все плохо. Нет, результат, он в целом достаточно нейтральный. Но, проходя эти тесты, человек понимает, на что ему нужно обратить внимание при подготовке. То есть, ну, пример такого вопроса, какой даты необходимо сдать отчет? Человек отвечает, да, 31 марта. И понимает, что ошибся, и тут же видит правильный ответ. И если он был не уверен, он может как бы себе этот момент зафиксировать. Ага, 15 апреля. Ну, хотя, конечно, все уверены в дате сдачи отчетности в Минюст. Но в качестве примера, да, то есть вопрос составлен таким образом, чтобы расставить акценты, куда обратить внимание при подготовке к проверке. И тест-формат очень легкий, тоже не пугающий. Проходить его всегда легко и необременительно. Дальше у нас тоже пример теста, и это как раз развлекательный формат. Он приходил в одну из наших рассылок последнюю неделю перед Новым годом, когда, понятно, никто не сидит в офисе и не ждет, когда же мне придет инструкция или какая-то аналитика от правовой команды. Конечно, люди уже в таком предотпускном, предвыходном настроении. И мы подготовили для вот этого настроения такой тест, который, в общем-то, он вообще никак не проверяет знания, он необременительный, он развлекательный, но, тем не менее, он остается как бы в нашей тематическом поле. Может ли Дед Мороз создать общественную организацию? Допустим, может. И тут мы выясняем, что вопрос шуточный, но по факту создать один он не может, только если у него будут соль-середители, а вот один он может создать благотворительный фонд. То есть какую-то толику пользы человек может получить из этого теста, но на самом деле это не главное. Здесь действительно просто мы хотели чуть-чуть поразвлечь наших читателей. Продолжая тему Нового года, в этом году мы впервые сделали Advent Calendive. Наверное, знаете, что такое Advent Calendary, но на всякий случай скажу, что это календарь, который за 2, за 3, за 4 недели до Нового года появляется или до какого-то события, и каждый день открывается одно окошко, которое содержит какой-то приятный подарочек. И мы думали, чем его наполнить. Тоже думали туда какие-то, может, статьи полезные, вебинары, что-то записать такое, а потом подумали, ну, давайте подарки дарите. И мы стали здесь дарить те подарки, которые были нам посильны, и в то же время нам казалось, что они принесут пользу. Например, полезный подарок – памятка о документах, необходимых для жизни НКО, когда она создана и вот первый год начинает работать. Памятка очень удобно сверстана, то есть открываешь, и там просто перечень документов, можешь легко проверить. Или, например, согласие на обработку персональных данных, уже готовый документ, который ты просто скачиваешь, подставляешь свои данные при необходимости, и вешаешь себя на сайте, и можно с ним работать. То есть здесь довольно много каких-то таких образцов документов, памяток. Что еще здесь было? Скидки на какие-то, не на какие-то, скидки на наши коммерческие услуги, промокод. В общем, в конце подразительное видео наши юристы подготовили, записали трогательное новогоднее видео. В общем, делается, не сложно, а отклик очень хороший был. Очень много людей посетило эту страницу, и, мне кажется, вот календарь прям замечательно получился, потому что действительно мы здесь ничем не грузили, а делились тем, чем могли поделиться. Двигаемся дальше. Мы подготовили исследование, проанализировали за три года нарушение, которое выявил Минюст деятельность НКО. исследование. Здесь можно коротко, бегло увидеть структуру. В общем, оно огромное и сложное. И интересно будет, наверное, в значительной степени юристам НКО. мы подготовили более простую для восприятия информацию инфографику. Смотрите, здесь содержится все то же самое, что в исследовании, но представлено вот в таком наглядном виде. Как это работает? То есть мы видим, что у нас здесь нарушение в уставе. Например, 643 НКО неправильно разграничили в уставе исключительную компетенцию высшего органа управления. И ты понимаешь, ага, может быть, мне проверить устав вот в этом месте, потому что здесь довольно часто встречаются ошибки. Здесь же к каждому пункту мы добавили рекомендации юриста, что можно сделать, чтобы это нарушение избежать. Собственно, мне кажется, в таком виде тоже легко воспринимать. В общем, тут же можно получить какой-то совет. Все время то же самое, что читать 50 страниц исследования. Карточки в Телеграме я вам уже показывала. Да, это были форматы для сайта, вот для соцсетей. Очень простой формат и очень эффективный. Вопрос-ответ. Один вопрос. Здесь же ответ юриста. И в комментариях люди могут задать уточняющие вопросы и также получить уточняющий ответ юриста. И смотрите, этот же вопрос-ответ на Ютубе в формате юридического сериала. Короткие видео, как вы видите, по 2-3 минуты денежисты отвечают на частые вопросы. Как вопросы сюда подбираются? Приходит много организаций на консультацию с этим вопросом. Мы понимаем, что, наверное, ответ на него полезно будет узнать многим людям. и, соответственно, либо в формате видео, либо в Телеграме мы выпускаем подборку таких ответов. Последний формат для соцсетей, который я успеваю показать, это тот, который мы выпустили буквально на этой неделе. Это вообще наш эксперимент. Пока мы все это делаем в домашних условиях и, в общем, пробуем, насколько будет удобно людям пользоваться этим. запустили небольшой мини-подкаст также в формате вопрос-ответ. То есть один юрист комментирует в течение нескольких минут одну какую-то ситуацию и... Ну, мы подумали, что будет удобно, да, уйти на работу, включить пять минут, послушать, или, может быть, там, в перерыве за чашкой кофе. В общем, сейчас мы смотрим. Сработает, не сработает. И в производстве оказалось, ну, как я сказала, пока вот такое домашнее это очень несложно делать. Следующее, о чем хочу рассказать, это рассылки. Естественно, у нас есть информационные рассылки, анонсы, что скоро что-то произойдет, регистрируйтесь на инфо-встречу и так далее. А есть уже содержательные рассылки. Мы отдельно собираем подписку на нее, чтобы не всем скопом по всей аудитории рассылать, а только тем, кто захотел. И пример такой рассылки. Вот, например, за пару недель, наверное, до Нового года мы отправили письмо, посвященное подаркам и премиям для сотрудников. Как их оформить, из каких средств их можно сделать, и, в общем, все, что здесь так или иначе связано с этой темой. Образцы документов. И, в общем, из-за того, что мы собираем подписку на рассылку отдельно из-за того, что она отличается от... Больше мы нигде не публикуем этот материал. Она... У нее очень хороший КПД. Ее читают больше половины людей. Это хороший показатель для рассылок. Так, остается мало времени. Я тогда скажу еще про мероприятия, потому что это тоже формат публичных коммуникаций. И у нас бывают такие мероприятия. Я хочу рассказать именно о необычных форматах. Мы делали в прошлом году с благосферой презентацию нашего курса. И у нас был опыт, когда мы делали довольно классическую презентацию, рассказывая о том, что содержит курс, как зарегистрироваться, какие бонусы получают первые прошедшие и так далее. Ну, в общем, понятно, классический формат. А в прошлом году мы решили сделать презентацию в формате «Внизу». То есть это была большая онлайн-игра для людей из разных городов. В конце получали подарки. И все это было с одной стороны игра, с другой стороны все это было в нашей правовой тематике. Ну, в общем, я в восторге от того, как у нас с коллегами получилось все сделать. Было очень весело и интересно. До тех пор мое любимое публичное мероприятие. Хорошо. С форматами я заканчиваю. Сейчас буквально несколько минут. Время вижу. Что мы используем для работы? Сервис рассылок мы используем «Денисендер». Это был, наверное, насколько мне известно, первый, который мы попробовали. он нас устроил, мы с ним работаем. Он доступный и понятный, и разобраться в нем не составит труда никому. Второе. Для работы со всеми вот этими красивыми страничками, формами регистрации, инфографиками и так далее, в общем, все то, что я вам на сайте показывала, мы делаем в стиле. Если, ну, если для кого-то это уже самое очевидное, тогда не слушайте меня 10 секунд, а если нет, я вам очень рекомендую попробовать. Это конструктор сайтов. Похоже, это, не ошибаюсь, российская платформа, очень удобная. Один день проведете, разберетесь, будете делать красивые вещи. Для дизайна нет. Для дизайна мы используем Figma, и я не могу горячо рекомендовать этот инструмент, потому что, с одной стороны, это очень крутой инструмент, удобный, но он уже такой, он профессиональный, может быть, чуть-чуть сложноватый. Если у вас нет штата дизайнера, ну, придется чуть-чуть посидеть, разобраться в нем. Но здесь хочу вам предложить такой лайфхак, может быть, вам подойдет такой формат. Если у вас нет штата дизайнера, вы можете нанять его на один раз на аутсорсе, чтобы человек подготовил вам шаблон презентации, шаблон публикации для соцсетей, там, несколько штук, собрал этот, допустим, макет на тильде, и отдал это все вам, и вы можете спокойно на этих шаблонах год-два года работать, просто менять там тексты, и всегда ваши публикации будут красиво, профессионально оформлены. Последнее, что я скажу, извините, также, если для кого-то это будет очевидно, я на всякий случай решила сказать. То, что я рассказывала о текстах, про информационный стиль, если вам нужно много работать с текстами, у вас стоит именно такая задача, объяснять сложное, просто, обратите внимание на первую книгу «Пиши, сокращай», она даст вам понимание принципов работы с текстом. А вторая книга я вообще рекомендую абсолютно всем, кому нужно, не знаю, оформлять даже тексты просто в Word красиво, отчеты, все что угодно. Дает понимание, мне кажется, не только базовых принципов дизайна, но и очень хорошо вправляет эстетический взгляд. Очень хорошая книга, прям проверена. Все, кто ее прочитал, начинают работать красиво. Коллеги, на этом я завершаю. Спасибо большое за ваше внимание, надеюсь, было интересно, была рада. Спасибо огромное. Вот есть вопрос, а скажите, а у вас юридическое образование есть? У меня филологическое образование, точнее, журналистское. То есть вы упаковываете юридические тексты именно с точки зрения филолога и журналиста, именно поэтому их так легко читать. И именно поэтому я могу их, мне кажется, упаковывать, потому что я, беря текст, сначала не очень понимаю, что там вообще происходит в этом тексте. И когда я довожу вот такого состояния, что я уже понимаю, о чем там речь, тогда я понимаю, что и люди тоже поймут. То есть это даже бонус в данном случае, что у меня нет юридического образования. Конечно, все тексты потом проверяют еще раз юристы, потому что мало ли что я там... Они не пытаются там дописать что-нибудь, сказать, ой, вот тут по юридическим правилам надо еще понаписать чего-нибудь, и все снова становится сложно. Ну, в данном случае юристы главные. Важно все-таки содержание первичное. Если надо дописать, значит допишем. Дописываем, да. Да. Спасибо. Но вам удается держаться, потому что читать тексты правда очень интересно и легко. Вот. И вот эти отсылы. А теперь прочитайте полный текст, если у вас на это хватит сил. Это вот тоже прекрасное решение. А вот чат-бот, Сергей спрашивает, чат-бот для одинаковых вопросов есть? Чат-бот для одинаковых вопросов. У нас нет сейчас бота для консультаций. А, ну это имеется в виду, наверное, все, я поняла, что вы спрашиваете. у нас есть чат-бот на определенную тему, не на все темы. Есть, допустим, бот по одной конкретной теме. Такого вот места, где собраны ответы на самые популярные вопросы, нет, потому что их много, на самом деле. Много. И они имеют нюансы, да? Мы пока не можем как бы, есть такая идея, но, в общем, пока она не реализована. Хочется в каком-то виде вот эту базу основных вопросов собрать. Пока этого нет, но идея питает в воздухе, она, конечно, напомню, естественно, что такое не хорошо бы иметь. Спасибо огромное. Очень интересно было. И, пожалуйста, продолжайте. Мы просвещаемся в правовом поле благодаря вашим материалам. И мы стараемся вот в наш канал ресурс для ресурсных центров тоже всегда отправлять еще дополнительный, можете указать, канал распространения. Всегда стараемся отправлять. Понятно, что ресурсники, конечно, читают и напрямую канал правовой команды, но так в качестве напоминания бывает важно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего доброго. Там в чате все вам аплодируют, благодарят вас. Ну, а сейчас мы, оставаясь в тайминге и стараясь не украсть ни минуты у следующего спикера, поговорим.